Профессор Хайнц Хаунаут, австрийский скрипач, который являлся первой скрипкой Венского камерного оркестра, а сейчас один из концертмейстеров знаменитого оркестра Брукнерхауса и оперного театра Линца, сегодня провел мастер-класс и репетицию с сочинским симфоническим оркестром. 1 марта Хаунаут выступит в Зимнем театре. Известный музыкант примет участие в исполнении музыки Чайковского к весенней сказке Островского «Снегурочка». Я впервые играю в данное произведение Чайковского. У нас знают много других сочинений Петра Ильича, а это для меня новое. Но мне нравится «Снегурочка», она полна красок и очень мелодична. Вообще, российские оркестры очень популярны в Австрии, питерские, московские. Я не знал, что такой большой оркестр есть и в Сочи. Я очень удивлен. Здесь много молодых музыкантов, много женщин, очень здорово с ними играть. Это будет очень хороший концерт. Хайнц Хаунаут приехал в Сочи по приглашению художественного руководителя Сочинского симфонического оркестра и дирижера. Антон Лупченко принял решение систематически приглашать концертмейстеров разных ведущих оркестров и России и мира, чтобы сочинские музыканты здесь же на рабочем месте повышали свою квалификацию. В этот раз мы пригласили Хайнца из Европы для того, чтобы поделился с нашими музыкантами навыками европейского звукоизвлечения, европейской манеры, потому что он все-таки длительное время работал в Ленском камерном оркестре. Хотя сейчас работает в оркестре Брукнерхауса в Ленце. Кроме того, он известный профессор, педагог, он ректор Брукнеровского университета. И я убежден, что вот такое сотрудничество, оно безусловно даст новый творческий импульс нашему оркестру. Исполнение «Снегурочки» на сцене Зимнего театра станет седьмым концертом цикла программ русской музыки, которым сочинский симфонический оркестр во главе с Антоном Лупченко дал старт в прошлом году. Дирижер убежден, первый день весны как нельзя лучше подходит для того, чтобы представить этот шедевр сочинцам. К тому же, ранее эта музыка в Сочи целиком никогда не исполнялась, как и многое из того, что сейчас играет оркестр на сцене Зимнего театра.